Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, меня зовут Русский Хыван, я рад нашей новой встрече. В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами об одной довольно распространенной ошибке, которую совершают многие начинающие садоводы-огородники, но даже иногда не избегают, и садоводы-огородники уже с каким-то определенным опытом. И эта ошибка связана с таким большим желанием вырастить рассаду с наилучшими качествами, получить наилучший результат. Ошибка эта связана с естественным человеческим желанием как-то ускорить, улучшить, не сидеть сложа руки, не бездействовать, обязательно что-то надо делать. И связана она еще с желанием накормить, накормить наши растения. Ошибка состоит в том, что на начальных этапах роста и развития растений, на этапе рассады, всходов и рассады, некоторые садоводы-огородники начинают их кормить. Вот я вам точно скажу, что этого делать ни в коем случае нельзя. Иногда нам кажется, что рассад развивается плохо, недостаточно быстро, недостаточно интенсивно. Ну и непременно нам хочется ее покормить, желая, чтобы вот эта надземная часть была как можно мощнее, чтобы корни наросли получше. Нам кажется, что если мы будем кормить, 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 кормить ее, начиная с самых ранних этапов развития, она нам даст самый лучший результат. Но, пожалуйста, подержите свои ручки, так сказать, связанными и не делайте этого. Почему? Во-первых, в первые две недели после появления всходов растения еще в меньшей степени питаются от земли и в большей степени питаются еще тем объемом запасных веществ, которые дала им их мать, то материнское растение, от которого произошли плоды, из которых были выделены семена. Действительно, зачастую корневая система и вовсе не способна нормально и адекватно воспринимать питательные вещества и создание высоких концентраций питательных веществ в грунте там или еще где-то. Ну то же самое, если бы мы взяли и бухнули комплексное удобрение в растворках, где мы проращиваем семена, желая, чтобы эти семена получше проросли. Практика показывает, что она против, семена в таких условиях прорастают гораздо хуже. Ну за исключением лишь случая, когда мы стимулируем глубоко спящие семена перца 0,2% раствором калиевой селитры. Но это такая супер-пупер особенность, да, во всех остальных случаях добавление каких-либо удобрений в жидкость для проращивания совершенно недопустимо, в равной степени недопустимо. И подкормки, какие бы то ни было, вне корневые, корневые подкормки, рассады на ранних стадиях. Когда уже можно начинать подкормки? Считается, что оптимальным сроком начала подкормок является появление первого листа. Если вы только не используете какие-то особые, экзотические, экстремальные способы выращивания рассады, ну например, в голом песке, да, который не заряжен вообще никакими семенами, веществами. В чём суть? Суть в том, что растение, будучи напитано, питаясь от запасных веществ самого семечка, оно начинает настраивать свою корневую систему таким образом, чтобы она как следует выросла и тянулась в поисках источника питания, да, прорастала ком, начинала куститься, начинала образовывать много корневых волосков, боковых корешков, второго там и так далее порядка. Если в этот момент мы начнём её кормить, всё будет плохо. Почему плохо? Да потому что у нас вырастут ленивые корни. Ленивые корни – это одна из больших опасностей, которая приводит к тому, что рассада развивается медленно, плохо. Огородник начинает её снова кормить, тем самым ещё сильнее усугубляет вот этот процесс лени этой самой корневой системы. Поэтому, пожалуйста, никогда не совершайте эту ошибку. Не кормите рассаду до появления первого настоящего листа. Дайте возможность корням вырасти, натренироваться, нарастить объём в поисках большого количества питания и нормально воспринимать вот эти подкормочные растворы и всё остальное. Поверьте, в любой земле, ну вообще в абсолютно любой земле, даже менее плодородной, чем та, которая продаётся в магазине, растение на этих начальных этапах найдёт себе и воду там, и микроэлементы, всё, что ему надо. Не мешайте ему родиться, да, родиться как молодому организму. Пусть оно развивается, это растение гармонично, стройно, а потом уже вы начнёте его кормить и усиленно кормить. Но только когда корневая система разовьётся в полной мере. Что ж, это тот совет, который призывает вас ничего не делать, ничего не надо делать, не надо кормить. Да, умеренно поливайте, немножко подсушивайте корневой ком и не кормите. Ничего ж не делать легче, чем что-то делать. Я думаю, что этот совет вам обязательно должен понравиться и пригодится. На этом я прощаюсь с вами. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»